Проблемы с парикмахерами. Со всеми проблемы у нас есть. Я объясняю, что надо было состричь только на два сантиметра. В результате состригают десять сантиметров. Каждый раз до слез. Я знаю, что сила женщины в волосах, поэтому для меня это очень важно. Видите, с мужиком нет проблем. Здоровье хорошее. Ну где-то же должны быть проблемы в жизни. Проблемы с парикмахерами. Чем больше человек к чему-то привязывается в жизни, через это место начинает действовать камни. Допустим, девушка хочет, чтобы ее лицо было еще красивее. Она начинает его мазать, мазать, и оно постепенно становится чувствительным в лицо, потому что она приковывает к нему сознание. Куда попадает ложное эго от человека, там появляется чувствительность. Допустим, если ложное эго идет в лицо, значит тогда лицо становится очень чувствительным, и оно станет таким чувствительным, что ни один крем уже не подойдет, и лицо будет постоянно раздраженным. Точно так же, когда ложное эго идет в волосы, если я сейчас буду постоянно думать… Тихо-тихо-тихо, ничего не делайте, все нормально. Я просто сейчас имитирую. Звук хороший или не хороший? А вы думаете, звук или не хороший? Постоянная проблема с звуком. Видите, он уже напрягся. Я только на него посмотрел, он сразу раз на ручку начал крутить, хотя звук классный был отстроен. Понимаете, он начал крутить. Почему? Потому что я напрягся. Я прихожу к парикмахеру, смотрю на него, он уже напряжен. Что же сделать, что же сделать, чтобы она была удовлетворена? Ну еще чуть-чуть обрежу. Потому что парикмахеры, когда напрягаются, они хотят подравнять все время, чтобы лучше было. Ну, в результате снимают чуть больше. Подравнивают, подравнивают, подравнивают. Она сидит, чем больше напрягается. Замкнутый круг. Надо отвлечься от полосок. Надо прийти к парикмахерскую сесть и сказать. Снимайте сколько хотите, можете сделать меня лысой. Но мне бы хотелось, чтобы вы стригли всего два сантиметра. Не обязательно подравнивать. Чуть-чуть состригли и все. Но для того, чтобы так себя повести, надо сначала помолиться. Потому что объем работы находится в волосах. Надо молиться, вдумать о святом человеке, кланяться. Господь, я хочу, чтобы ты меня отвязал от волос. Пожалуйста, помоги мне. Я так привязана к своим волосам. Поэтому он отвяжет. Слава Богу. Олег Геннадьевич, спасибо, мне помогло. Теперь мне срезали 15 сантиметров. Нет правил. У меня даже такая же проблема. Я очень, ну, всегда тороплюсь везде. И меня обстригает подружка жены. И я заметил, что если я расслабился, такой сижу, вообще не дергаюсь. Сколько хочешь, столько стриги. Она раз быстро подстригла. Как только я начинаю напрягаться, что долго стрижет, она такая суетится, нервничает и стрижет дольше, дольше, дольше. И затягивается на целый час все это. Она даже дела какие-то еще делает. У меня тоже с волосами проблемы. Так что зря вы ко мне обратились. Если у меня проблемы с волосами, я вам о проблеме с волосами помочь не смогу. Знаете, по этому поводу я вспомнил анекдот такой про Новорусского. Анекдот, который указывает на то, что у людей разные проблемы. Они часто друг друга не понимают свои проблемы. Новорусский встречает друга старого. Новорусский толстый, такой здоровый, а друг худой. И Новорусский говорит, ну как ты, брат, как поживаешь? Тот говорит, да вот что-то недоедает. Тот посмотрел и пощупал его такой. Говорит, ну что ты, брат, недоедаешь? Надо себя заставлять. Видишь, у них разная жизнь просто. Поэтому, как бы, кто-то беспокоится о парикмахерской, а кто-то о том, что муж ушел. Видите, у всех разная жизнь. Несколько раз пыталась быть домохозяйкой, заниматься только домашней семьей. Это фанатизм. Не надо только домохозяйкой. Надо сочетать и то, и другое. Мне хватало только на полтора-два года. Потом я снова просто бегу на работу. На работе я добываюсь хороших результатов. Постоянно, в настоящий момент у меня снова желание заниматься и отдавать себя семье. Можете объяснить причину, почему тянет через какой-то период снова на работу? Понимаете, у женщин психика нестабильна. Она течет как века. Постоянно двигается. Женщина не стоит на месте психики. Поэтому ее тянет тут-туда. Там это дело, теперь туда. И так она постоянно движется. У меня одна женщина подошла и говорит, Олег Геннадьевич, скажите мне, какая работа по моему предназначению? Я говорю, а чем бы заниматься? Я и этим занималась, и тем занималась. Я говорю, а почему у вас с одной работы на другую уходите? Чувствую, что это не мое предназначение. Я говорю, нет, не по этой причине. Она говорит, а по какой? Я говорю, а по той, что просто вам надоедает. Вот вы работаете в одном месте, вам надоело. Вам хочется теперь сменить деятельность, заниматься чем-то другим. Так устроена природа женщины. Ей все надоедает. Ей надо то одно, то другое. Вот у меня жена, допустим, как питается. Она одного покушала. Потом думает, думает, теперь буду это кушать, что-то другое кушать. Потом третье, четвертое, пятое постоянно. Она говорит, а я всю жизнь кушаю и одно и то же. Потому что я мужчина. У женщины постоянно все меняется. Ее психика движется. То одно ей надо. То она вот такой вот имидж сделала себе. Подумала, поменяла имидж. То есть, понимаете, у каждой женщины в своем направлении идет вот это вот постоянное движение. Кто-то меняет имидж, кто-то меняет работу. Главное, чтобы не менять мужиков. Понимаете? Но женщина постоянно движется. У нее психика, она подвижна. Поэтому и она все меняет. То она решила больше дома посидеть, посидела. То решила больше поработать. Поработала. Главное, чтобы мужчина был крепким. Понимаете? И самое главное, чтобы он ко всему был готов. Вот жена этого захотела, так пожила, теперь этого захотела. Он должен быть готов ко всему. Он должен знать, что женщина не будет вот всегда в одной паре. Всегда то одно, то другое. И так жизнь становится интереснее. У всей семьи, понимаете? Женщина делает жизнь семье интересной. Таким образом. То одно у нее, то другое. Не успела эти лекции слушать, теперь какой-то Олег Геннадьевич появился. То одно, то другое. Мужики не успевают за женщины. Не успевают. У них все постоянно меняется. И ладно, там Олег Геннадьевич появился. Лекции слушает. Ну, Бог с ним. На гулянки, свиданки не ходит. Просто лекции. Ну и слава Богу. Так ведь что дальше-то пошло? Начала рано вставать. Что-то губнит там под нос. Спать не дает. Мясо выкидывает из холодильника. Кошмар какой-то. Что за жизнь? Один мужчина пришел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я специально пришел на лекцию вам сказать. Жизнь превратилась в ад. И жена рядом стоит такая. Не виноватая такая вообще. Женщины, они всегда очень искренние, поэтому их обвинить не в чем, в общем-то. Они всегда правильные и искренние такие. Не виноватые. Вот обвинить не в чем. Я говорю, я вас понимаю, у меня то же самое. Постоянно то, то, другое. А он говорит, что у вас жена тоже? Постоянно там курсы, всякие лекции. Я говорю, вот именно так. То астрологию какую-то начинают устать, то еще что-нибудь. Постоянно что-то все меняется. Я не успеваю, говорит, тоже. А он говорит, понятно. Я вам сочувствую. Я говорю, а я вам. Так мы с ним договорились. Огромная благодарность за медитативную установку в конце лица. Это не медитативная установка, а молитвенная. Медитация – это деятельность ума. Медитация – это когда ум входит в гармонию с чем-то. Допустим, если ум думает, я стол, я стол, я стол. То ум струбенеет. Понимаете, медитация означает соединение ума с чем-то. Я солнце, я большое светлое солнце, я воздух, я счастье, я печаль, я радость и так далее. Это медитация. А когда человек повторяет, я желаю всем счастья, это не деятельность ума. Это деятельность разума. Разум побеждает судьбу. Ум не побеждает. Разум способен достичь цели в жизни и взять счастье из этой цели. А он не способен. Ум может только с тем соединиться, что он знает. Разум же может найти что-то новое в жизни. Он может поменять полностью жизнь. Жизнь может полностью поменяться, если человек занимается деятельностью разума. Поэтому людям рекомендуется не медитация, а молитва. Или настрой позитивный. Медитация не нужна. Нужна молитва. Нужна деятельность звуком. Нужно звуком двигаться вперед. Со звуком. Как жена открывает дверь и смотрит, мужик лежит под дверью. Она говорит, ты чего? Домой-то не попал. Не пошел. Я стучал. Но я же спрашивал, кто там. Ты, Вась, или нет? А я головой кивал. Понимаете, это медитация. Медитация означает деятельность в уме. Но жизнь она не меняет. Понимаете, как лежал под дверью, так и лежит. Чтобы не лежать под дверью, нужен звук. Звук нужен. Звук побеждает судьбу. Понимаете? Ум не способен победить судьбу. Он сам находится внутри судьбы. Это как себя из болота вытаскивать с собой. Нужен разум. Нужно связать человека в болоте веревочкой с чем-то снаружи. Понимаете? Вот эта снаружи веревочка называется вера. Вера – это то, что я вижу, что есть веревочка. А сама веревочка указывает на цель. Там есть какая-то цель. И эта цель меня вытягивает из болота. С помощью разума это происходит. Ум не может привязаться к веревочке. Только разум может привязаться. Так действует судьба. Если человек молится, он вытягивает себя из болота. А если он просто мечтает, думает о чем-то, медитирует, не вытягивает. Нужен звук. Причем звук очень сосредоточенный, твердый, внимательный, настойчивый, постоянный. Пожалуйста, прости меня, пожалуйста, прости меня. То есть даже если мы направляем звук на близкого человека, все равно это дает результат на 100%. Но лучше направлять звук на святого человека. Потому что у нас нет сил победить свою судьбу. Если бы были силы, то бы она уже была побеждена. Это все автоматически в сердце происходит. Между сердцами происходит. Само собой. Происходит химическая реакция между сердцами. Само собой. И жизнь останавливается. Если человек уходит, его невозможно вернуть. У тебя нет своих сил. Молись. Действуй. Направь на свет, на святость, чтобы у тебя сердце стало радостно и светло. Скажите, кто исполнитель и какая молитва была исполнена? Вы тысячи таких молитв найдете в интернет. Своих. Вот у меня как бы хор «Братья и Спаса Преображенского монастыря», допустим, поют. Мне понравилось. Я посмотрел. Мне нравится молитва «Богородица, Дева и Радость». Я посмотрел. Там 10 различных вариантов исполнения. Выбрал. Я почувствовал душевно. Мне нравится. Все. Второй вот вчера ведический святое. Это Венот Агровал. Его зовут Венот Агровал. У нас на сайте, по-моему, есть даже его. Можно скачать какие-то записи. Просто Венот Агровал в интернет набираете. Венот Агровал. И найдете много музыки с ним связанной. Он возвышенный человек. Все хорошо. Но вообще как бы не думайте, что это все ограничивает. Вот сегодня я вообще, может быть, мусульманскую музыку поставлю. Там песнопения такие. Воспевают имена Аллаха. 99 имена Аллаха. И мы под них пожелаем всем счастья. Просто попытайтесь понять. Ищите. Ищите свое. Я просто даю вам представление о том, как это делать. У вас своя вера. Своя культура. Понимаете? Найдите свое. Лучше всего, если источник звука, тот, кто молится. И святой, которому вы поклонялись, будете одной и той же личностью. Это еще лучше будет. Но не обязательно. Можно просто любого человека, который может молиться, взять и объекту своей святости поклонять. Своей святыне. Каждое воскресенье уже в течение четырех лет. Большинство сотрудников моего медицинского центра по воскресеньям собираемся рано утром. Никого не пускаем чужих людей. Я даю настройку. На молитву включаем голос святого человека и понеслась. Сначала настройка, потом молитва, потом обсуждение. И так мы глубже-глубже погружаемся в эту тему. Иногда мы собираемся вместе, чтобы что-то поменять. Так, допустим, один из нас попал в реанимацию, он не дышал, то есть отравился ядом, ботулизмом. Парализован наполовину было тела. И человек на искусственном дыхании. И мы начали молитву, сначала я сам молиться начал. Чувствую, что я не помогу, что он оставит тело, умрет, уйдет из жизни. Но взяли все вместе, как помолились, и через несколько часов он задышал. Вот взяли все вместе, помолились, и я чувствую во время молитвы, что он начнет дышать, что жизнь почти пойдет в его теле. И он потихоньку раздышался, а сейчас парализация прошла, и зрение почти восстановилось. Все, стал нормальным человеком. Понимаете? Огромная сила. Можно менять все в жизни. Можно побеждать судьбу. Если не лень. А если лень, то Олег Геннадьевич, что делать? Так трудно жить, так трудно. У женщины после замужества начались проблемы со здоровьем по-женски. Это... Я не буду отвечать на эти вопросы. У меня есть лекции по здоровому образу жизни. Консультации по здоровью в интернет, пожалуйста, изучайте. У нас сейчас лекция по семье. Не люблю больше своего мужа. Что делать? Начинаю раздражаться на детей. Хороший вопрос. Понимаете, психически у человека холод к близкому человеку меняется на тепло. Не может быть постоянно тепло. То холод к человеку близкому, то тепло. Волнами идет. То больше любви, то меньше. То больше тепла, то меньше. Постоянно идет движение. С точки зрения контакта. Но если ты служишь близкому человеку, если ты работаешь над собой, заботишься о нем, тогда тебе этот холод внешний и тепло вообще не волнует. Вот у меня сейчас, по идее, к жене должен быть холод. По периоду астрологическому. Никакого холода нет, потому что я заботюсь, служу постоянно. И получаю благодарность в ответ. Вот и все. Означает любовь. Понимаете, если мы ждем чувства близкому человеку, это не любовь. Это иждивенческая позиция. Хочу чувства близкому человеку. Это означает лень души. Если ты хочешь любви, тогда не жди чувства, а просто служи близкому человеку. И все. А ты такой холодный, как Алис в битвоке. И все твои печали за темною водой. Ну, хорошо, если вам так нравится жить, живите так. Но я вам предлагаю как-то получше жить. Причем здесь ничего с этим не сделаешь. Вот поднимите руку, у кого сейчас холод близкому человеку. Ну, поближе, там не видно мне близком далеко. Кто еще? Кого? Холод. Вот у вас, да, режда. Этот холод начался полтора года назад потихоньку где-то. и через 7 месяцев закончится. Все, 7 месяцев еще ждете, слушаете близкому человеку, потом тепло началось опять. А посмотрите, он и я. А я? А мне? А мое? Да. Хочу тепла? Хочу тепла, да. У вас уже почти закончился? Да. Да, пару месяцев осталось, все. Будет тепло. А мне? А еще, Олег Геннадьевич? А фокус? А фокус-фокус, Олег Геннадьевич? А работать над собой не хотим, Олег Геннадьевич? Хотим фокус-фокус. Мультик Манифаций в гостях у бабушки, смотри. Там фокус-фокус был. Манифаций приехал отдохнуть к бабушке. И обезьянкам показал, как он жонглирует. И обезьянки его заняли на полную катушку. Пришлось от бабушки бежать назад в цирк. Давайте будем учиться менять свою жизнь, а не делать из Олега Геннадьевича бонифаций в гостях у бабушки. Хорошо? Знаете, люди часто живут в таком отгороженном пространстве, каждой своей жизнью, своей судьбой. И большинство людей считают, что у меня хуже, чем у других. Вот мне как-то не повезло. Другие мужики как лебедушки, а у меня беда носится в этом фильме «Любовь и головы». Понимаете, это просто ваша ограниченность восприятия этого мира. Этот мир соткан из одних только трудностей. В этом мире всем тяжело одинаково. Все одинаково испытывают страдания, препятствия и трудности в этом мире. В конце концов, самая последняя из трудностей – это уход из жизни. Этот мир не предназначен для того, чтобы балдеть. Здесь у всех одни только трудности. И этот мир предназначен только для того, чтобы стать счастливым. Нет другой цели. И как это можно сделать? Только одним способом. Я вам уже каждый раз на каждой лекции об этом способе говорю. Перестаньте в душе лениться. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете, лень души означает депрессия, отчаяние, у меня все плохо, мне не повезло. Что мне делать? Ночь яблоком стучит в окно. Был душой я молод, а теперь старик. Песня такая есть. Ночь яблоком стучит в окно. Ночь человек не спит. Почему он не спит? Потому что он хочет счастья. Он хочет счастья. А тю-тю. Тю-тю. Почему тю-тю? А потому что жизнь человека, она имеет свои волны, свои периоды. Есть период отдыха от жизни. Период отдыха от жизни означает счастливый период жизни. Когда Бог дает нам возможность отдохнуть от жизни, тогда Он нам дает то, что мы называем жизнью. «Вот я жила нормально, а теперь...» «Листья желтые над городом кружатся...» И так далее. Запомните, жизнь — это когда наступают трудности. А сон души — это когда все хорошо. Ну, зачем Богу слишком много делать сон души? Ну, поспали чуть-чуть, понаслаждались семейной жизнью. Теперь трудиться надо. Теперь будут трудности. Зачем Бог посылает трудности, чтобы мы менялись, чтобы мы стали лучше? Он посылает нам, чтобы мы развивались как личности. Он дает нам испытания для этого. Вот как вы думаете, мне посылает Бог испытания или нет? Я вроде каждый день молюсь, работаю над собой. Бог посылает и мне испытания. И посылает мне испытания такие, чтобы мне было трудно. Допустим, простые какие-то вещи там, которые вы мне там задаете, вопрос «Олег Геннадьевич обиделась на мужа, что делать?» Для меня это всего час молитвы и все. И дальше нет никакой обиды, все классно. Такие трудности мне Бог не посылает. Он мне посылает такие, чтобы мне трудно было. В этой связи есть такой анекдот хороший, мне нравится, армейский, но он как раз по теме. Я им всегда рассказываю о природе, как создан этот мир. Я когда в армию пошел, я попал в учебную часть. В учебку попал. И там так получилось, что очень много снега падало в этот год. И мы целыми днями снег копали. Я поэтому понимаю этот анекдот. Он мне близок. Человек попадает в учебную часть и прапорщик ему дает ломик, говорит «Иди подметай плац». Подметает, подметает. Потом приходит и говорит «Дайте мне метлу, я подмету быстрее и качественнее». Он говорит «А мне не надо, чтобы ты быстрее и качественнее подвел». «А что тогда вам надо?» «А мне надо, чтобы ты замучился». Вот так устроена наша жизнь. Богу не надо, чтобы мы быстрее и качественнее. Ему надо, чтобы мы замучились. Ему надо, чтобы мы поняли, что так жить нельзя, что надо в своей жизни что-то менять. Вот для этого все создано в этом мире. Вот так. Цель в этом заключается, а не в том, чтобы все было хорошо. Все нормально, все нормально, у меня все нормально. Ну все нормально. Слава Богу. Спим дальше. Не будем мы и таком Каитаике, нас и здесь неплохо кормят. Спим дальше, живем потихонечку, все нормально. Сум души. Душа спит в таком состоянии. Нет жизни. Когда жизнь начинается? Когда в жизнь приходят трудности. Душа просыпается, она хочет спать дальше. Ей спать не дают. Она такая «Ааа, в чем дело? Почему меня бросили?» И так далее. Хорошо, значит, труд души начинается с этого момента. Сначала она вопит, не хочет трудиться, вопит, требует продолжения банкета. Банкета нет. Что делать? Идти на лекцию, слушать, что делать. А на самом деле все ведь очень просто. Вот просто начните вот эту жизнь, в которой нет сна души. А есть труд души. Рано утром встали, начали молитву в своей культуре, в своей традиции. Тысячу раз уже повторяем. Ничего в этом плане не надо менять. Нужно менять подход к жизни. Слушаем голос того, кто умеет это делать. Потому что разум перенимает опыт. Точно так же, как аромат от одного цветка передается к другому, не носитель пчела, так и носитель и знания духовного. Этими носителями являются люди, которые занимаются духовной практикой. Слушайте его голос, и вы почувствуете, как правильно, через него. Найдите того человека, который вам ближе. Вы чувствуете, что он молится так, как вам нравится. Это значит, что это ваш путь. 100%. Берите, слушайте его голос. Молитесь так же, как он. В буквальном смысле слова, как ребенок повторяет за мамой все. Так и вы повторяйте за ним, как ребенок, не понимая, что делать. Планите святому человеку и говорите, я не знаю, что делать с этим изображением святого человека. Понятно, что вы не знаете, потому что вы никогда с этим не сталкивались. Вы говорите, я не чувствую этого святого человека. Конечно, не чувствуете, потому что вы еще не знаете, как чувствовать. Все только начинается в вашей жизни. Начните кланяться. Он станет ближе для вас. Поймите, что для умственного пространства нет расстояния. Не существует преград. Мне вчера подошла одна женщина, говорит, у меня ушел из жизни 15 лет назад близкий человек. Не могу никак забыть. А зачем забывать? Она говорит, ну как можно жить? Я говорю, так вы просто желаете ему счастья, радуйтесь ему. Я говорю, даже сейчас чувствую его рядом с вами. Он остается рядом с вами и страдает, потому что вы не имеете знаний. Вы не понимаете, что люди могут расставаться. Куда бы человек не ушел, он все равно, если вы его вспоминайте, он рядом с вами. Так можно вспоминать святого человека, он тоже рядом с вами будет. Но если простой человек приносит страдания, потому что ему там плохо, вам здесь плохо. Я стою на одном, а ты на другом. И сна какая выдалась, какие дни настали. А что же ты обиделась, зачем же мы расстались. Понимаете? То есть мы несовершенные люди, у нас постоянно какие-то проблемы. Но у святого человека нет проблем. Он как солнце, он сияет, раздает, раздает, раздает чистоту. Он не устанет раздавать, потому что он постоянно связан с Богом. Но настройтесь на него. И всем хватит. И вам, и вашему ребенку, и тому, кто ушел из жизни. И даже жучки вашей хватит, беременной. Нормально родить своих жучат. Цель жизни – это святость, чистота. Я вам говорю как свидетель об этом, как свидетель. Я видел, как оставляют тело, уходят в высшие обители. Я же чувствую тонкое тело, могу понять, куда человек движется дальше после жизни. Я видел, как люди, которые живут для святости, уходят в высшие обители, в чистые сферы жизни. Как потом он хорошо и счастливо становится. Я видел также и тех, кто оставляют тело и в недоумении оказываются. Я живу на юге. Это восток, знаете, юг. Там живут горячие люди. Когда такой горячий человек садится за машину, то он хочет проехать один раз, но по-настоящему. Вот. И он едет по-настоящему. И получается один раз, понимаете, иногда. Вот. Как он их отвел. Вот. В результате еду на машине, смотрю, лежит джигит такой. Лежит перед своей машиной, уже готов, тепленький. Вот. А я не смотрю на джигита. Я смотрю, что происходит с его психикой, с его тонким телом. А тонкое тело уже поднялось над грубым. Он уже вышел из тела. И понимаете, джигит перестал быть джигитом в этот момент. Он смотрит. Он осознал себя в тонком теле. Смотрит. Что за фигня? Где я? Что произошло? Понимаете? И он не знает, что есть другая жизнь. Что как жил, так и будешь потом отвечать за это. Убил себя, тоже за это будешь отвечать. За все будешь отвечать. И джигит совсем не врубается, куда он попал. Понимаете? А чтобы врубаться, для этого надо изучать, что такое жизнь. Понимаете, нам в этом теле сколько жить-то всего там? Ну 20, 30, ну 40 лет. Они протекут как одно мгновение. Вот мне сейчас 50 и заметил, как получилось. Не заметил, как 50 уже. Ну вообще не заметил. Ну знаете, так как я не зря жил свою жизнь. Хочу вам сказать одну вещь. Во время молитвы иногда я чувствую, куда я попаду дальше. И сердце моё переполняется радостью. Но многих из вас не переполняется. А страхом наполняется за своё будущее. О чём это говорит? О том, что вы живёте неправильно. Неправильно, мои хорошие. Как определить, что ты правильно живёшь? Когда ты правильно живёшь, тогда всё получается. Это первый признак. Всё получается. Отвращение лучше становится, в сердце легче. Радости больше в жизни, счастья больше. Господь из сердца реагирует на наш правильный путь. Он даёт нам радость, когда мы идём правильным путём. Он говорит, давай, мой хороший, давай. Не так много в этом теле осталось. Сделай самое главное. Пойми, что есть святость в этой жизни. Пойми, что ты душа. Пойми, что есть Бог. Пойми, что если ты будешь внутренней жизнью жить, а не внешней, ты будешь решать всё гораздо быстрее. Вот, допустим, человек не может устроиться на работу. Ну что он должен делать? Бегать и искать эту работу? Нет. Веда объясняет, что есть преддействие, есть действие. Преддействие означает наполнить своё сердце силой, необходимой для того, чтобы найти работу. А дальше всё произойдёт как по маслу. Ну, как в сказке скрипнул в дверь. Всё мне ясно стало теперь. Долго, долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Долго, долго плыл за морем. Знаю, это было не зря. Знаю, это было не зря. Не напрасно было. Плывите за моря в своём сердце. Не надо никуда бежать. Поставьте перед собой святыню. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, у меня нет никакой святыни. Ну, возьмите, если нет. Это же легче, чем колбасу даже купить. Идите в любую монастырскую лавку. Скажите, есть у вас какие-нибудь святые люди? Бабушка скажет, у нас полно. И вам даст один вариант, второй. Сколько хотите. Не нравится, но наберите в интернет святые люди. Найдёте там, есть может какую-нибудь группу святые люди эстрадную. Это не надо. Надо искать что-то святое по-настоящему. И нашли что-то святое. Смотрите, в этой традиции мне не подходит. Хорошо, духовных традиций много. Выбирайте другую. Найдите себе любую. Никто не запрещает. Выбрали себе святого человека. Не нравится святой человек? Хорошо. Святое место. Не нравится, допустим, Иерусалим? Хорошо. Мека. Не нравится Мека? Вриндаван. Не нравится просто большое святое место? Хорошо. Стена плача. Вот маленькое место святое возьмите. Поклоняйтесь ей. Ну, что-нибудь сделайте, понимаете? Ну, найдите себе. Когда голую попу в интернет ищем, то столько вариантов и предложений. Вот. А когда святого человека, то не знаю, где брать? Ну, немножко пошевелите мозгами. Ну, потрудитесь чуть-чуть. Это же нужно для вашей жизни больше, чем голая попа. Поймите. Сегодня одна голая попа в интернет, завтра другая. А святой человек на всю жизнь. Итак, наш мир. Вы говорите, у меня нет контакта. Может, он вообще не святой? Ну, не беспокойтесь, если человек занимается духовной практикой, все равно вы от него что-то переймете. Это лучше, чем сидеть на горшке и пыжиться, пытаться победить свою судьбу, связанную с запором. Понимаете? То есть надо, чтобы кто-то помог. Не беспокойтесь сильно святой, не сильно святой. Не беспокойтесь об этом. Не надо об этом беспокоиться. Если ты совсем голодный, тебе как бы достаточно хотя бы что-то покушать. Не надо кушать самое лучшее. Просто что-то покушай и уже будешь сыт. Душа голодна, понимаете? Она не контактирует с Богом. Она живет в депрессии, в страдании, в разлуке, в тоске, в безрадостности, в одиночестве и так далее. Глаза ваши не наполнены счастьем. Нет контакта со святостью. Ну найдите хоть с кем-то. Не думайте, что обязательно самое лучшее сразу. Не надо самое лучшее. Вот кого-то начните кланяться тому, кто просто жил праведной жизнью. Ну начните ему кланяться. Вы почувствуете чистоту сразу от него. В каждом человеке есть чистота. Ну в каждом человеке есть чистота. Олег Игнатьевич, а вам можно кланяться в вашу фотографию ставить? Мое не надо. Отвечаю сразу. Мое не надо. Жена не разрешает. У меня есть еще много других причин. Но есть монахи, есть люди, которые посвятились свою жизнь чисто духовной практике. Ну поставьте изображение человека. Сделайте так, чтобы быть ближе к чистоте и святости. Начните кланяться. Победите свой эгоизм. Я когда первый раз в церковь зашел, я не православный, но тогда я изучал, что такое поклонение. Я, знаете, хотел просто поклониться. Попробовать поклониться. Знаете, я вспотел первый раз. У меня так тяжело было поклониться просто. А потом нормально, пошло потихоньку. Ко всему человек привыкает, он чувствует, что возможно дальше. Просто поймите зачем. Без солнца не бывает света. Нужен свет. Мы верим в человек. О, Олег Геннадьевич, меня бросил любимый человек. Что же делать? Но человек это не солнце. Человек это маленькая лампочка. Он, понимаете, он по судьбу попал под влияние судьбы, его смыло. Но не может он вам помочь в полной степени так, как Бог. Когда человек думает о Боге, он наполняется сиянием. Он становится святой. Сиянием не то, что от него горит, от головы что-то горит. Это сияние счастьем, понимаете. Это энергия счастья, которая вам в жизни нужна. Она прямо от него и исходит. И также она исходит от святых мест. Просто нужен контакт. Контакт означает служение. Просто начните поклоняться. И вы почувствуете, как вам станет легче сразу же. Вот вчера, допустим, мы повторяли, я желаю всем счастья. Включили голос. Ну, обычного, возвышенного человека. Таких тысяч на земле. Хорошо стало? Да. Ну, многие почувствуют, ну, как хорошо, так хорошо. Ну, почему? И сразу говорит, Геннадьевич, этого же надо человека. Этого же. Ну, не обязательно этого же. Таких много. Ну, просто поймите принцип, что делать. Жизнь человека должна быть в сердце жить. В сердце. Не снаружи бла-бла-бла-бла. Хоккей, футбол там, кино. Хотя бы час в день внутри. И все проблемы будут решаться. Все до одной. Вот чтобы мне написали все записки, я уверен, все можно решить. Ну, все до одного. Если человек не вернется, болт другого даст. Если ушел из жизни, вы ему поможете, себе поможете. У меня... Вот прямо со мной работает товарищ. У него, у жены, мама ушла из жизни. Они начали вот так делать все по лекциям. Начали просто... Поставили изображение святого человека, начали кланяться. Вот. А мама ушла вниз. Есть три варианта. Первый вариант. Уходит близкий человек, тяжесть в сердце наступает, как камень. Значит, вниз ушел человек. Если жар в сердце, значит, родится где-то на земле. А если легкость и радость в сердце, значит, он пошел вверх и теперь будет вам помогать в жизни. Он уже возвышенная личность. Иван, он дал свои экзамены в жизни. И по сердцу можно определить, куда пошел человек. У них камень у обоих на сердце. Им плохо, тяжело. Жить тяжело, потому что он требует энергии. Когда человек уходит в жизнь, ему нужны силы. А силы у них нет. И они такие, ааа, что-то тяжело. Я не знал, что так бывает тяжело, когда близкий человек уходит. Я говорю, все нормально. Сейчас будет все хорошо. Садимся. Вот изображение святого человека. Понеслась. Молимся. Начали молиться. О, уже полегче. Еще полегче. Еще полегче. Еще полегче. И так четыре месяца. А потом мама приходит во сне к дочке. А я через четыре месяца говорю, ребята, уже она сейчас скоро вообще подниматься наверх будет. Уже все грехи ее сожгли за всю жизнь своей молитвой. Вот так человек просто поклоняется святому человеку. Грехи все сгорают. Понимаете? Особенно, когда человек уходит из жизни. Очень быстро это происходит. И мама приходит к ней во сне, радостная такая, счастливая. Говорит, доченька, спасибо вам, вы такие хорошие. Я никогда об этом не думала и не знала. И наверх такая полетела. Счастливая. Все, и дочке легко стало, больше уже не надо молиться. Все хорошо. Победили судьи. Что думаете, у вас так не получится? Поднимите руку, у кого так получилось? Что в молитве? Давайте микрофон туда поговорим с девушкой, с женщиной. Она хотела со мной поговорить так сильно. Бог дал ей возможность. Я хотела рассказать от своего отца. Он ушел 10 лет назад. Что вы в сердце чувствовали? Я не знаю какая-то благость, не знаю, не знаю, божественная какая-то энергия, не знаю. Какой-то свет был? Тяжесть была в сердце? Нет, абсолютно не было. Тогда мы с вами разговаривать не будем, нам нужно другое. Давайте микрофончик. У кого тяжесть сначала была в сердце? Вот женщина в очках, пожалуйста, вон туда. Тяжесть была, да, и что-то поменялось потом, да? Давайте с ней. Вот ей микрофон, пожалуйста. Божественный свет, значит, наверх пошел, нам это не интересно. Нам интересно, когда вниз. Вы не могли даже думать о нем, тяжело было? Да. Вот это вниз уже, сто процентов. И что вы делали? Теперь мне нужно ваш опыт. Спасибо.